наше почтение многоуважаемый коллектив этот автомобиль необычайно прост визуально но в то же время он очень элегантен вы никогда не обратите на него внимание в городском потоке а стоя рядом с ним и пристально вглядываясь в его очертания вы никогда не поймете что он из себя представляет у команды суммы racing team возникла одна проблема три дня мы катаемся на этой тачке и каждый раз подходя к этому автомобилю у нас возникает драка за право управления этим седаном давайте-ка наверно подробнее познакомимся что же это такое друзья ки как вы знаете сртшники проводят много времени в командировках и мы всегда заправляемся на заправочных станциях око ну во первых потому что здесь качественное топливо а во вторых благодаря приложению фишка которая я наконец-то себе установил а также сервису око пей теперь этот процесс происходит быстрее без очередей приятней и самое главное безопасней установив себе приложение фишка вам нужно привязать банковскую карту если же установлен google пей то карты подвяжутся автоматически после этого можете смело ехать на око подъезжайте колонки сканируйте qr-код и вводите количество литров которое нужно залить или же сумму на какую вы хотите заправиться и самое главное в нынешней ситуации с пандемией все пройдет максимально безопасно плюс ко всему в этом приложении можно заказать и еду всеми любимые хот-доги или ароматные кофе все необходимые ссылки мы оставим для вас в описании но мы поехали дальше да друзья это инфинити м35 и в нашем случае версия x 2008 года выпуска на самом деле инфинити м производилась на свет с 2005 по 2010 год вы знаете наши коллеги иногда утверждают что у инфинити м нет никакого сходства с автомобилями марки nissan но мы с этим крайне не согласны дело в том что в японии для внутреннего рынка выпускался такой автомобиль который назывался ниссан фуга и он является точной копией инфинити м но дело в том что многие люди часто путают инфинити м с таким автомобилем как ниссан тиана вот в этом случае эти две тачки не имеют ничего общего и мы еще сегодня с вами об этом поговорим и так что же мы имеем по факту а по факту мы имеем японский лакшери седан е-сегмента этот автомобиль действительно когда-то создавался с одной единственной целью чтобы создать реальную конкуренцию таким автомобилям как lexus gs mercedes w211 bmw е60 и сегодня мы с вами постараемся разобраться а получилось ли это у японцев специально для этого поколения инфинити м японцы разработали новую платформу которая называется fm-l и буква л здесь неспроста она обозначает усиленную версию этой платформы под капотом у нас находится всем хорошо известный и многими горячо любимый двигатель vq-35 de это шестицилиндровый двигатель мощностью 280 лошадиных сил и нам сейчас стоит о нем поговорить итак друзья вот он vq-35 de и это двигатель устанавливался на многие автомобили причем даже не только на nissan и инфинити как я уже говорил ранее мощность этого двигателя составляет 280 лошадиных сил это действительно простой мотор здесь обычный распределенный впрыск здесь нет никакого наддува никакого компрессора и этот мотор реально очень хорош на протяжении многих лет он ходил в топ 10 двигателей по версии многих авторитетных изданий но нужно сказать что под капотом у инфинити м было еще два двигателя после рестайлинга в 2009 году этот двигатель заменили на vq-35 hr а также еще была мощная версия с двигателем vk-45 de объемом 4,5 литра и так что по проблемам этого двигателя ну наверное самое главное что нужно отметить это задиры но задиры здесь появляются не просто так не потому что вот так вот им захотелось здесь установлено четыре катализатора на каждой стороне по два штуки но проблема заключается в том что эти катализаторы очень чувствительны качеству топлива и если вы свой инфинити м с двигателем vq-35 de заправляете ну скажем так откровенно плоховатым топливом то эти катализаторы быстро выходят со строя что происходит дальше мы с вами прекрасно знаем эти катализаторы разрушаются керамическая пыль дальше через систему вентиляции картера попадает обратно в двигатель в камеру сгорания и отсюда у нас появляются задиры следующая проблема которая была обнаружена нами на просторах интернета связанные с этим двигателем это была проблема с температурным режимом но я вам сразу скажу что это не очень частая проблема что происходило с этим двигателем как рассказывают специалисты а также владельцы этих автомобилей периодически на некоторых экземплярах перегревался 5 и 6 цилиндр почему так происходило потому что они стоят последние по отношению к контуру охлаждения и пока антифриз доходит до 5 и 6 цилиндра он уже достаточно горяч и термо теплообмен именно на этих цилиндрах происходит немножко хуже что рекомендуют специалисты а также люди которые прошли этот тяжелый путь владельцы инфинити м а также автомобили с точно таким двигателем там на блоке в контуре охлаждения имеется некая заглушка и с помощью этой заглушки и убрав можно немножко модернизировать контур охлаждения тем самым добавим на 5 и 6 цилиндр чуть более холодного антифриза но я хотел бы повториться что проблема как с перегревом VQ35DE так и с задирами это не очень частые проблемы и при приобретении этого автомобиля это все можно продиагностировать если вы вооружитесь правильным механиком у которого есть эндоскоп который понимает что происходит с двигателем который может проанализировать а если следы выхлопных газов в антифризе который хорошо может перетрусить подвеску о которой мы чуть позже поговорим вы без проблем сможете найти себе очень достойный агрегат что же касается трансмиссий трансмиссии здесь было две в дорестайле это был пятиступенчатый автомат как в нашем случае в рестайлинге сюда начали устанавливать семиступенчатый автомат по надежности претензий к этим коробкам нет никаких однако к пятиступенчатому автомату у нас сегодня возникли некоторые вопросы друзья но я думаю что хватит говорить о подкапотке давайте-ка поедем с вами и покатаемся итак господа я продолжу свою мысль когда я впервые сел за руль этого автомобиля я просто завалил и я вот сейчас вспоминаю тест-драйв инфинити q70 который был на нашем канале и я должен признаться что м35 мне понравился в несколько раз больше вот ты сел в q70 и ты понимаешь что это да какой-то вроде бы как обычный японский автомобиль который пытается как-то ворваться где-то в какой-то лакшери когда ты садишься в м35x ты понимаешь что это полноправный член команды автомобилей сегмента лакшери это настолько монументальная тачка что мне вам сложно передать ты сел и ты понимаешь что ты управляешь реально пяти тонным кораблем ты реально находишься не за рулем а за штурвалом автомобиль прекрасно справляется с плохой дорогой он великолепно себя чувствует на хорошей дороге и его предназначение заключается лишь в одном чтобы то что происходит за стеклом вашего м35 вас абсолютно никак не беспокоило шумоизоляция великолепная посадка выше всяких похвал отделочные материалы мы о них позже поговорим динамика да динамика могла бы быть чуть-чуть и получше но опять-таки вспоминая все внегласные договоренности японского автопрома которые раньше еще кое как работали 280 сил это потолок что японцы тогда могли предложить своим клиентам вот ощущение монументальности я буду повторять возможно это слово сегодня очень много раз но именно это то что у меня зафиксировалась в голове ты едешь на какой-то вещи не на какой-то шкарабанке ты едешь не на каком-то кредита тошноте ты едешь не на том что сделано как-то в попыхах и с одной целью лишь бы меньше была цена лишь бы все было построено таким образом чтобы тачка была как можно более дешевой и автопроизводитель смог на этом как можно больше заработать нет ты понимаешь здесь работали все да и маркетологи тоже но дизайнеры и инженеры с конструкторами занимали доминирующие позиции как я раньше не понимал что есть такая машина я просто друзья почему на этом автомобиле так кайфово ездить но во первых платформа fml она создавалась таким образом чтобы двигатель максимально сместить за переднюю ось тем самым улучшить развесовку автомобиля далее у нас полный привод здесь нет никаких громких названий всяких аббревиатур нет у нас подключаемый полный привод по умолчанию у нас заднеприводный автомобиль но как только колеса на задней оси начинают проскальзывать компьютер моментально подключает переднюю ось у нас очень продвинутая многорычажная подвеска сзади чуть чуть позже мы поговорим о стоимости ее обслуживания но на самом деле подвеска спроектирована так что автомобиль действительно одновременно является и очень комфортным а также очень управляемым двигаемся дальше одной из фишек этого автомобиля заключается то что несмотря на то что в этой машине вы не можете выбирать какие-то режимы там спортивные экономичный трековый режим здесь нет регулируемой подвески здесь нет не умоподвески здесь единственное что вы можете себе выбрать это ручной режим автоматической трансмиссии но тем не менее эта тачка может соответствовать разному настроению если вы решили порезветь пожалуйста финик это сможет вам предоставить если вы захотели плавненько прокатиться на расслабоне созерцая то что происходит вокруг вашего автомобиля любуясь например киевскими пробками и дымящими hyundai santa fe пожалуйста финики вы можете это тоже сделать и он будет соответствовать абсолютно разному настроению оставаясь технически одними тем же автомобилем когда я говорю о монументальности я даже сейчас замахнусь на святое вот я сейчас пытаюсь судорожно вспомнить где я испытывал вот такие вот ощущения в каком автомобиле мне было так вот спокойно и комфортно я вспомнил мы тестировали bentley continental gt да именно в этом автомобиле у меня были очень схожие ощущения и не нужно забрасывать меня шапками все равно не забросаете именно в континентале я тогда ощущал себя примерно так же да мы понимаем мы немного понимаем что как бы финик не старался все равно это совсем не bentley да мы понимаем что под капотом там тоже немножко другая история но в целом вот само ощущение привкус от автомобиля он примерно тот же итак друзья инфинити м-30-1 5x я вам скажу честно и откровенно после того как я пересел в эту тачку покатавшись несколько дней на одном новом замечательном интересном автомобиле я просто обалдел от того насколько монументальной ощущается инфинити я приехал к моему другу коллеги соведущему денису который тоже несколько дней ездил на новом автомобиле и говорю братан просто сядь и прочувствуй финик и наше мнение сошлись ну во-первых посадка посадка здесь выше всяких похвал никаких проблем здесь нет ни с ногами ни с руками я ни во что не упираюсь я достаю до рулевого колеса сижу комфортно и получаю удовольствие сейчас на улице холодно я могу включить подогрев сидений если будет жарко я могу включить вентиляцию сидений полностью весь набор комфортных функций в этом финики присутствуют у нас на доме 3166 тысяч километров это официальный финик он был в 2008 году куплен в салоне в киеве и с тех пор он колесит по пространству украины никаких технических вопросов с этим автомобилем не возникало на протяжении 166 тысяч километров это говорит о чем это говорит о том что здесь установлен надежный двигатель здесь установлена надежная коробка здесь установлена надежная подвеска и в целом этот финик является очень надежным экземпляром все до чего вы можете дотянуться в этом автомобиле выполнено так чтобы вы получали от этого удовольствие любая кнопка рычаг селектора коробки вот эти вот деревянные шпонированные это натуральный шпон вставки в дверях и на центральной панели это все создает ощущение лакшери автомобиля я вам скажу так что когда его компания инфинити записывала в премиум класс они абсолютно не покривили душой это действительно самый настоящий премиум класс это ощущается в том как машина едет какая у нее подвеска ощущается в том какая здесь шумоизоляция шумоизоляция здесь на высоком уровне здесь премиальная аудиосистема и я вам скажу так что даже вот ощущение на рулевом колесе создают чувство монументальности вот ты едешь на корабле да присутствует некое такое чувство что этот автомобиль достаточно тяжелый по факту это так и есть знаете вот ты нажимаешь на педаль акселератора ты поворачиваешь рулевое колесо на скорости и ощущается что автомобиль обладает серьезной массой однако это вам не мешает ехать что касается управляемости ну конечно же руль здесь не такой уж слишком острый как бывает на спортивных разного рода автомобилях потому что это не спортивный автомобиль присутствуют определенные крены однако опять же при том уровне комфорта который вам дарит инфинити на это можно закрыть глаза мы знаем с вами что получается либо комфорт с одной стороны тот в классическом понимании всех людей комфорт когда вы едете вас раскачивает но вы не ощущаете того что происходит на дороге либо управляемость но тогда вы получаете жесткую подвеску вот здесь присутствует некий баланс до мощность этого двигателя составляет 280 лошадиных сил и я вам скажу так что цифра это вполне кажется внушительной 280 лошадиных сил три с половиной литра хорошие показатели мощности даже особенно на то время более того финик показывает хорошие результаты а при разгоне от 0 до 100 километров в час я думаю что как раз сейчас самое время это дело проверить давайте отправимся на наши стандартные замеры итак друзья время наших стандартных замеров для инфинити м35x как всегда с помощью race logic мы с вами узнаем 0100 402 метра 100 0 ну если позволит трафик то узнаем 0200 и 100 200 поехали вместе с нами да друзья действительно когда вы нажимаете педаль акселератора в пол трогая с места вы получаете колоссальное количество эмоций которые создает двигатель находящийся под капотом одна однако при движении в городе у этой тачке есть проблема эта проблема называется автоматическая коробка передач вот мне не нравится как она работает потому что гидротрансформатор довольно поздно блокируется где-то на трех с половиной четырех тысячах так по ощущениям и при этом если вы катитесь со скоростью к примеру 70 километров в час и хотите резко ускориться сначала у вас сбрасывается передача вниз через некоторое время потом поднимаются обороты и только потом машина начинает куда-то ехать вот это ощущение какой-то вялости при реакции на ваши действия при нажатии на педаль акселератора они скрадывают ту мощность которая обладает двигатель я вам скажу так что вот эта комбинация двигателя и автомата ну это минус это действительно минус infiniti m35 но мы должны понимать что такие автоматы в то время когда проектировался этот автомобиль это было нормально они устанавливались не только на финик точно также работают автоматы на большинстве автомобилей тех годов поэтому корить уж слишком infiniti за то что получилось вот так мы не будем да это не дкт это не dsg и не пдк к сожалению хотя я думаю что если тут стоял какой-нибудь dsg эта машина ощущалась бы совсем совсем по-другому но к сожалению что есть то есть ну и конечно же самым серьезным недостатком по мнению команды sum racing team является то что расход у этого аппарата по-другому не скажешь составляет порядка 18 20 литров в городе это вполне реальные цифры я сейчас смотрю на экономайзер на центральном дисплее и он мне показывает девятнадцать и шесть литров бензина в нашем экземпляре не установлена газовая газобаллонное оборудование поэтому мы не экономим мы ездим на бензия на полного и я не скажу чтобы я вот сейчас слишком уж сильно наваливал на финики это реально нормальный его расход 18 в киеве в пробках на трассе это будет порядка 11 12 и цифра это конечно же в 2020 году печалит особенно когда ты пересаживаешься сюда с автомобиля с бензиновым двигателем который расходует 7 литров в городе бензина и при этом отлично едет до 20 литров на сотню если вы покупаете такой финик первым делом что вам нужно сделать по мнению команды с рт если вы конечно планируете на нем много ездить это поставить сюда газобаллонное оборудование которое он переваривает вполне без всяких проблем единственный нюанс здесь нет гидрокомпенсаторов поэтому если вы установили сюда газ вам нужно уделять время тому чтобы своевременно регулировать зазор клапанов противном случае вы сами понимаете к чему это может привести друзья добро пожаловать в кожаный кабинет инфинити м35x я вот когда впервые сел в салон этого автомобиля я сразу поймал себе на мысли что этот салон несмотря на то что он гораздо старше он мне понравился больше чем у инфинити q70 которая является прямой наследницей м35 почему вот я вам точно не могу сказать но вот у q70 создается какое-то неподдельное ощущение где-то какого-то пластикового салона здесь все отлично но во первых деревянный шпон да с деревянным шпоном у нас бывают проблемы и в частности нашем автомобиле на пассажирской двери он потрескался также уже начали трескаться элементы и на водительской двери и это не единичный случай шпон может трескаться найти новый будет очень дорого найти на разборке возможно получится но опять-таки попасть цвет каком он будет состоянии непонятно мультимедийная система выполнена скажем так в классическом японском стиле тех годов такие же мультимедийные системы мы с вами видели на акуре такие же мы видели на некоторых ниссанах и вот вам пожалуйста конечно же на инфинити имея большой джойстик посредине большое количество кнопок но в этом всем деле достаточно легко разобраться нужно только два момента первое это желание второе это немного времени и вы с этим разберетесь с помощью этой системы мы можем менять всевозможные настройки нашего автомобиля например у нас есть функция удобной посадки высадки когда вы глушите автомобиль у вас поднимается рулевое колесо и отъезжает сиденье но если вам например эта функция не нужна либо за вами очень часто кто-то ездит и когда вы глушите машину человеку к сидящему за вами дискомфортно то что сиденье отъезжает и может придавить ноги то эту функцию вы можете отключить причем поэтапно вы можете отдельно отключить поднятие руля можете отдельно отключить сдвигание сиденья назад вот далее вы можете настраивать массу всевозможных моментов от того как ну как массу массу всевозможных моментов по состоянию технологий на середину двухтысячных годов то есть там как у вас будет работать подсветка как будут закрываться двери здесь вы можете установить сигнализацию по поводу того когда вам нужно менять масло аудиосистема у нас стоит марки boos и в принципе звучит она очень неплохо дальше по центру мы имеем классическую скажем так ниссановскую приборную панель которая выполнена в таких янтарных цветах после рестайлинга у нас в 2008 2009 году уже эта панель была заменена и она была там в белоголубых тонах здесь же у нас в доресте янтарные тона выглядит все это дело неплохо опять таки виду того что у нас официальная версия все у нас в километрах и в понятных юнитах обозначена вот там вот по поводу рулевого колеса имеем опять-таки блок управления круиз-контролем блок управления мультимедийной системой здесь все ясно понятно на центральном тоннеле мы имеем подогрев вентиляцию сидений мы имеем кнопку включения зимнего режима для трансмиссии а также управление задней шторкой вот чего конкретно не хватает в этом премиальном седане казалось бы здесь все есть но некоторых моментов не хватает например здесь нет датчика дождя несмотря на то что у нас есть датчик света датчика дождя здесь нами не обнаружено далее не хватает кнопочки автохолд когда вы в пробке можете нажимать на педаль тормоза машина останавливается фиксируется далее вы убираете ногу с тормоза она никуда не едет честно говоря покатавшись по киевским пробкам вот мы ощутили что все-таки этого не хватает далее не хватает элементарного парктроника парктроника не хватает у нас есть камера заднего вида но все таки как по мне парктроник лишним бы не был что касается практичности опять-таки я вам так скажу вот в автомобилях лакшери сегментов таких как бмв 5 серии mercedes е-класса не хватает элементарных ниш для опять-таки мобильного телефона положить какие-то ключи что-то разложить по автомобилю то что вам очень часто может пригодиться в дороге вот этих всех моментов не хватает то есть реально у нас телефон постоянно торчал либо в подстаканнике либо в нише двери а вот так вот его положить некуда да его можно положить сюда но во время движения вот так вот лезть за телефоном будет вам не совсем удобно вот давайте же посмотрим что там на заднем ряде сидений и я сажусь прямо сам за собой здесь я все выстроил даже еще ближе должен пододвинуться вот так вот по посадке должен сказать здесь все просто великолепно 0 вопросов и так господа задний диван метр девяносто два сидел спереди теперь метр девяносто два сидит сзади место здесь достаточно коленями я в сидении не упираюсь для моих стоп внизу место есть несмотря на то что сидение у нас находится в самом нижнем положении единственное что мне сейчас немножко мешает это то что я все-таки головой упираюсь в потолок при вот такой вот посадке но открываем подлокотник и мы здесь имеем подстаканники это одно дело но мы еще имеем вот такую вот многофункциональную лабораторию назовем это так ну во первых я здесь могу управлять аудиосистемой во вторых я здесь могу управлять задним диваном задний диван у нас электроприводом я могу управлять шторкой у меня здесь есть двухуровневый подогрев поэтому я могу выдвинуть свое сидение вперед вот занять такую позицию и теперь до потолка я практически не достаю но коленями уже начинаю упираться вот так вот мы задвигаемся и вот так вот мы выдвигаемся а вот так и до потолка не достаю уже все в принципе настроиться здесь на заднем ряде сидений можно если у ваш рост метр восемьдесят пять у вас вообще никаких проблем здесь не будет конечно же из-за того что у нас такой многофункциональный задний диван вы не можете отбросить спинки задних сидений и превратить часть своего инфинити м какой-нибудь грузовой автомобиль но это конечно же понятно единственное что у нас есть это такой небольшой лючок для длинномерных грузов например лыжи друзья на этом все друзья и наверное теперь самый основной минус по инфинити м35 я сейчас в руках держу подборку по ценам на запчасти которую для нас любезно сделали наши друзья и партнеры интернет гипермаркет автозапчастей ukrpars.com.ua я попросил ребят чтобы они мне сделали подборку по ценам на запчасти инфинити м35 согласно нашего вин кода а также параллельно попросил чтобы они сделали подборку по запчастям к примеру на ниссан тиана точно с таким же двигателем и здесь есть несколько интересных моментов смотрите по поводу передней подвески рычаг передний нижний рычаг передний нижний два типа передних нижних рычагов по оригиналу на ниссан тиана они стоят 5813 гривен и 4895 гривен да а по инфинити цена на аналогичные рычаги 16 тысяч семьсот тридцать одна гривна и 16 тысяч шестьсот тридцать восемь гривен разница просто сумасшедшая да нужно сказать что у тианы возможно купить для этого рычага сайлентблок отдельно у инфинити все же это хозяйство будет идти в сборе но еще одна позиция которая меня очень сильно заинтересовала это натяжитель цепи грм здесь их два левый правый так вот если вы будете покупать на финик натяжитель цепи грм то за левый вы отдадите две тысячи пятьсот пятьдесят четыре гривны а за правый вы отдадите тысяча четыреста тридцать восемь гривен за оригинальные натяжители цепи грм но если вы будете покупать их на ниссан тиана то за один вы отдадите семьсот шестьдесят гривен а за второй вы отдадите семьсот пятьдесят восемь гривен в оригинале я сейчас не готова к большому стыду сказать если конструктивные особенности между натяжителями на один и на другой мотор 35 возможно они есть но разница в цене очень и очень весомая теперь давайте посмотрим по тормозным дискам передний тормозной диск на nissan тиана в оригинале у нас будет стоить две тысячи триста гривен а на инфинити тормозной диск передний будет стоить две тысячи шестьсот сорок семь гривен а вот здесь как раз разница и не очень большая все эти таблички перед вами перед глазами изучайте знакомьтесь но то что финик обслуживать будет очень и очень дорого это факт движемся дальше итак друзья а что же у нас с конкурентами на вторичном рынке по мнению команды суммы racing team стопроцентные законные конкуренты у инфинити м это у нас кто 211 mercedes бмв е60 lexus gs ну и конечно же можно сюда как-то отнести аккуру rl однако на вторичном рынке у нас всего лишь два предложения по покупке аккуры rl что же касается цен инфинити дно рынка от 9000 более-менее вменяемые экземпляры ближе к 11 и самые топовые по состоянию версии обойдутся вам в 14000 долларов если мы берем 2007-2009 год для точности эксперимента что же касается других конкурентов то нижняя планка по этим же годам в принципе идентична от 9000 трупы и дальше цена растет но растет она не до 14000 а вплоть до 16 17 тысяч долларов и нормальные экземпляры по конкурентам инфинити м а именно по вышеперечисленным версу бмв и lexus у будут начинаться примерно от 12 13 может быть 14 тысяч долларов плюс ко всему нужно сказать что инфинити м это в любом случае будет 35 мотор а у конкурентов может встречаться также трехлитровые версии более мелкие моторы мы сразу же отбросили для чистоты эксперимента плюс добавьте тот факт что среди инфинити очень часто встречается полный привод а среди конкурентов полный привод как для мерседеса так для бмв и точно также для лексус это уже будет роскошью за которую вам придется доплатить друзья какие выводы созрели в конце сегодняшнего тест-драйва я вам скажу так мы на этом автомобиле покатались по чудному городу киев в течение трех дней и эта машина оставила у нас максимально позитивные эмоции дело в том что можно много придираться по поводу того что мы сказали о двигателе vq 35d и однако вам никто не запрещает нормально продиагностировать этот автомобиль перед покупкой если вы возьмете с собой грамотного механика у которого будет элементарный эндоскоп вы сможете выбрать без проблем себе нормальный инфинити m 35 либо 35x и в остальном проблем больше у вас никаких с этим автомобилем не будет но вот тот комфорт который дает этот автомобиль у вас будет навсегда и эта машина будет приносить вам позитивные эмоции еще на протяжении долгого времени друзья огромное спасибо что смотрели это видео не забывайте пристегиваться и быть предельно внимательным за рулем всего вам доброго и пока 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 пока